Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на все сферы, в том числе на образование. Особенно это касается выпускников. На том, как пройдут в этом году госэкзамены и кто их будет сдавать, рассказала министра образования и науки Людмила Башарина в рамках открытого правительства. Анна Томаева расскажет подробнее. Как в период пандемии школьники республики освоили программу в дистанционном режиме, станет ясно осенью. В сентябре пройдут всероссийские проверочные работы. Они и покажут результат. А впереди у выпускников единый государственный экзамен. Его в этом году сдают только те, кто планирует поступать в ВУЗы. Проведут его с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Первое, что мы должны обеспечить, это подвоз детей к пунктам проведения экзамена. Естественно, во время подвоза дети должны сесть в транспортное средство, которое продезинфицировано. Естественно, дети должны сесть с соответствующей социальной дистанцией. Это все мы продумали, в принципе, уже сейчас оставили столько деталей. Следующий момент на пункты проведения экзамена. Каждая аудитория должна быть дезинфицирована с помощью соответствующих дезинфицирующих средств, которыми обеспечены все пункты проведения экзамена. Каждая аудитория должна быть продезинфицирована лампой парцевания. Следующий момент, это обязательно должны быть дозаторы с дезинфицирующим средством, которое будет, в общем, наноситься навыки детям. Всем детям, всем учителям, которые будут задействованы в экзамене, они все будут обеспечены масками, перчатками, всеми средствами индивидуальной защиты, которые предполагаются. На входе в пункт, во-первых, мы сейчас уже сформировали график прибытия детей на пункты, для того, чтобы у нас не было массового скопления детей на первых этажах. Мы создали график, мы разработали график. Точно так же на подходах к образовательному учреждению мы определим расстояние, которое обеспечит социальное дистанцирование в связи с распространением коронавирусной эффекции. То есть мероприятий очень много, они затратны с точки зрения финансов, но мы идем абсолютно на все финансовые жертвы, скажем так, для того, чтобы все необходимые условия, которые выдвигаются перед нами Роспотребнадзором, были соблюдены. Людмила Башарина отметила, пробные госэкзамены пройдут 29 июня. Их проведут без участия школьников. Главное – опробовать систему. Этим займутся учителя. Также министр рассказала о целевых направлениях. В настоящее время у нас в Министерстве образования почти 900 пакетов документов, которые являются претендентами на получение целевых мест. Могу сказать абсолютно точно, что большая половина всех этих документов связана с желанием выпускников как вузов, так и школ связать свое будущее с медициной. То есть очень много направлений, много заявлений, которые просят места в ординатуру, которые просят места в медицинские вузы. Сегодня мы активно занимаемся подготовкой списков совместно с медицинскими учреждениями, списков тех людей, которые работали в так называемых черных зонах, которые были связаны с коронавирусной инфекцией, по предоставлению им мест в ординатуре. Это студенты, которые работали с коронавирусными больными. И эту работу мы сейчас ведем, и очень скоро, я так думаю, мы сможем предоставить им места в ординатуру. Людмила Башарина отметила, новая коронавирусная инфекция внесла существенные коррективы в работу всей системы образования. Однако ни одно запланированное мероприятие не отменили. В период пандемии продолжилось как обучение, так и строительство социально важных объектов. Запланирован капитальный ремонт 10 школ. Еще две будут реконструировать. Все работы ведутся по графику. Алана Тумаева, Хатак Туаев, Новости Осетии.